Роман Геннадьевич, расскажите, что за учения сегодня проходили и как они проходят? Это не учения. Вы себя записали или нет? Это не страшно рассказывать сюда. Понятно. Значит, это не учения, это не учения. Существует по всей Московской области так называемая региональная система обещаний, которая включает в себя сирены и блоки управления, придача информации по радиоканалам, по проводным каналам и по телефонам. Вот сегодня проводится проверка этой региональной системы обещаний. Одна из команд проверяющих – это работоспособность сирены. Вот сегодня сработали сирены. Вы, наверное, не слышали. Для жителей это означает сигнал «Внимание всем». Это значит, тот, кто услышал сирену, должен включить любую радиопрочку. Если это радиоприемник, то на частоте или 91,5 МГц, или на частоте 90,6 МГц – это радиопосадка. Включить два наших телевизионных канала – домов или домов. И по этим средствам массовой информации, или в голосовом режиме, или предыдущей строкой на телевизионных каналах, будет доведена информация. Почему? Звонят, звучат сирены. Вот эту информацию жители получают через средства массовой информации. В каких случаях происходит оповещение? Реально эту систему может использовать или губернатор Московской области, или глава района в случае возникновения чрезвычайной ситуации или, не дай бог, особый период. То есть, переключив один тунглер к губернатору Московской области, или глава района, в зависимости от того, кому нужно провести всю область, или один район, они могут в голосовом режиме завести эту информацию, или включить сирены, обратив внимание жителей, о том, что нужно включить средства массовой информации. И по этим каналам будет доведена та информация, что-то случилось, что-то люди должны сделать, или к чему-то готовятся. То есть, или в особый период, или в случае возникновения чрезвычайной ситуации. А как часто проводятся тренировки? Вот сегодня эта область проводила, и пара, я понимаю, что и район тоже. Да, значит, тренировки существуют ежемесячные, квартальные, полугодовые и годовые. То есть, вот с такой периодичностью проверяется эта система. В остальное время эти каналы заполняются новостной информацией. Вы, наверное, знаете, у нас на кухне дома стоят такая розеточка, радиорозеточка, и туда включается динамик, как мы его называли. На самом деле это не для того, чтобы новости передавать, а это в первую очередь передается информацией о чрезвычайной ситуации. А пока чрезвычайной ситуации нет, она заполняется новостными информационными такими-то каналами, музыкой, развлекательными программами. В случае, если возникает необходимость, вся информация второстепенная отключается, и все информации о чрезвычайных ситуациях в этом канале. Ну, то есть, это оповещение происходит по всему району. Сколько вот таких вот точек существует для подачи сигналов? Сирен у нас 48 по всему району, а информация проводится по телефонным каналам, которые заведены на устройство оповещения, и по радиоточкам. По частоте 91,5, еще раз повторяю, и 90,6 МГц. По этим каналам можно получить информацию, почему возникает сирен. Ну, вот в частности, в городском поселении Сергеев-Посад сколько? Ну, я сейчас просто не помню, могу составить информацию. Там столько 15, 15 сирен. Но часть из них не работает, это так, для информации, потому что Ростелеком перешел на цифровой принцип передачи информации, а переоборудование с аналогами не работает. Не по наружку, вы можете сказать, когда-нибудь использовалась эта сирена? Не в тренировочных. На моей практике нет. Не возникала такой необходимости по оповещению населения. В случае чрезвычайности, у нас не было такого. А ваша практика, Роман Геннадьевич, сколько лет насчитывает? То есть за 14 лет ни разу... Чисто информационно пару раз включали, для того, чтобы оповестить о опасностях климатического условия, чтобы мы доводим по всем ценам массовой информации. Пару раз глава района давал команду, чтобы еще по этим каналам довести вот эту информацию, которая будет полезна для населения. То есть это был текст диктора? Текст оперативного дежурного. Принцип такой. Значит, или оперативный дежурный в спеццентре из Венигород, щелкнув один из тумблеров, ставит перед собой микрофон, и вот то, что вы слышали, это голос оперативного дежурного. Проводится проверка системы оповещения. То же самое, если необходимо здесь, оперативный дежурный наш щелкает, и все каналы только по району, то есть он уже не выходит на область. На область, всю область оповещает только спеццентр из Венигорода. А мы оповещаем только свой район. И в голосовом режиме по микрофону оперативный дежурный или глава, они, в общем-то, диктуют, надиктовывают информацию или доводят в прямом эфире информацию, которую необходимо инвестировать в население. А сколько этой системы уже существует? Какое обращение? Если мне не изменяет память с 70-х годов по московской области, что эта система, именно та, которая сейчас функционирует. Обращаясь к жителям, хочу еще раз им напомнить. Если вы услышали в виде сирены, необходимо включить или два телевизионных канала, которые на территории Сергеево-Пасадского района, Тонус и Родонежья, включить радио-Пасад на частоте 90,6 МГц или настроить приемник на частоту 91,5 МГц. По этим каналам вы получите информацию, почему звучат сирены. Продолжение следует...